МАКЕТЫ ТАНКОВ А сконцентрировать большее внимание, поскольку эти учебные заведения могут стать, образовательные учреждения, могут стать некими центрами притяжения моделистов с лежащих дворов, районов, с города, возможно, даже в целом. И там непосредственно испытать вообще, как отнесутся сами участники проекта, как им будут даваться те или иные азы в сфере стендового моделизма, как они в дальнейшем будут это воспринимать. Реализовывать проект Сергей будет не один. Его главный консультант, старший наставник Василий Дронов. Историк, член общественной палаты, моделист с огромным стажем. Профессионально-стендовым моделизмом он занимается почти 25 лет. Сейчас стенды моделизм – это очень широкое народное творчество, объединяющее как профессионалов, так и любителей. Ну, профессионалов как? Кто модель строит прям чуть ли не по заводским чертежам. Любители – это те, кто, например, на этой технике служил и хотят на полку поставить модели техники, которые служили. Сергей Скрыгин привел нас в мастерскую у Василия Александровича не случайно. У него самая большая коллекция моделей бронетанковой техники. Она насчитывает более 500 образцов танков, бронетехники Первой, Второй мировой войны и современной российской армии. Есть и диорамы. Вот одна из последних – это современность, 2015 год. На ней мы видим, как войско-коалиции совместно с иракской армией ведут патрулирование одного из городских районов. Одна из любимых моделей Василия Александровича – на первый взгляд совсем невзрачный образец Т-34. Именно на таком танке служил наш земляк, герой Советского Союза Дмитрий Старостин. Вот, считайте, по его мемуарам создана вот эта модель. Ничего особенного. Обычная рядовая Т-34, которую выпускали тысячами наши заводы. Но за этой машиной это вот разговоры, беседы с уже ушедшим человеком. И считайте, вот в этой модели он живет, по крайней мере для меня. То, что он говорил, то, что он рассказывал. Поэтому вот эта ценность модели. В коллекции есть и зарубежные машины. Например, во время Второй мировой войны немецкая армия воевала против Советского Союза на «Тиграх». И в экспозиции коллекционера тоже есть такая модель. Как считает Василий Александрович, нельзя не показывать технику врага, поскольку слава победителей возрастает от справедливого рассказа о доблести побежденных. Все модели создаются из готовых наборов пластмассовых деталей, похожих на детские конструкторы. Их в мастерской Дронова сотни. Они разложены по полкам. Важнее всего в процессе создания моделей, по словам Василия Александровича, даже не склеить детали, а правильно раскрасить, придав им большего реализма. Поэтому стол в кабинете завален красками. Моделист воспроизводит на своих танках грязь, копоть, пороховой нагар, ржавчину. Причем грязь должна быть характерна природным условиям определенного региона. Потому что в Северной Африке она одна, а в Средней полосе России другая. Сегодня мы показали коллекционные макеты, но именно такие танки, диорамы боевых действий будут создавать школьники своими руками для своих школьных музеев. Чтобы охватить проектом наибольшее количество школ, его автор в настоящее время готовит пакеты предложений для федеральных и региональных компаний, которые, он надеется, поддержат его инициативу. Ведь главная цель проекта – патриотическое нравственное воспитание будущих поколений. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин